здравствуйте друзья приближается приближается 8 февраля сегодня 5 а до 8 февраля как бы должен решиться вопрос с бюджетом ну не позже 8 февраля иначе опять его продлевать или чё с ним делать я не знаю или снова у нас шатдаун будет в общем должен лишь решиться был бы основной вопрос как из-за которого там закупорка происходит это вопрос с эмиграцией но никаких оснований полагать что этот вопрос решится нет то есть если я раньше говорил что мы теперь ждем 8 февраля то теперь вряд ли мы его ждем потому что закупорка теперь с другой стороны со стороны президента который но как-то вот он стал жестко и не дает законодателям принять никакого решения потому что законодатели без него бы уже давно все сделали так же как вот он мешал мешал вот им с там налоговой реформой своей собственной партии мешал обзывал там оскорблял там унижал каких-то людей но не тем не менее вот в общем собрались и проголосовали сейчас он не дает членам собственной партии разобраться с эмиграционным вопросом причем он так стыдливо значит говорит что вот мол демократы должны значит наконец-то захотеть компромисса вот вот демократы не хотят там ничего да не демократы не хотят республиканцы не хотят и они очень усиленно сейчас в обеих палатах и в палате представителей и в сенате пытаются сговориться но как бы когда вы посмотрите до чего они договариваются и республиканцы и демократы это настолько далеко от позиции самого трампа который является как бы экстремальным республиканским там с очень небольшим процентом конгрессменов и очень небольшим процентом населения поддерживающим это все и вот тут значит и вот этот экстрим который встал клином и не дает там всем остальным собраться разобраться в принципе конечно они могут и без него тоже он он нам по большому счету не нужен другое дело что там у них какие-то свои есть соображения может быть все-таки подписать еще тоже должен да то президент подписывает вот он может наложить вето они могут там большинством там в две трети это вето опровергнуть это правда но в общем это уже такая сложная история но сегодня вот туда уперлась и сенатор маккейн который там от рака лечится но так вполне соображает все дела он сегодня должен опубликовать официально свое предложение которое по идее должно как бы дополнением быть к тому что предложили в палате представителей большая группа там человек 100 от демократов и республиканцев вот немножко к этому он в том направлении и уже сегодня белый дом уже сказал что это все ерунда вот что называется нон-стартер там и вообще даже не разговаривать не хотят на этом но в общем то я просто к чему говорю что и республиканцы и демократы в общем то более-менее более-менее на одной платформе то есть нельзя сказать чтоб они как-то кардинально расходились по по этим вопросам вот что интересно если вы пойдете на сайт белого дома а это туда очень просто папа пойти это white house white house точка и потом сделаете слэш косую черточку и напишите иммигрэйшн иммигрэйшн то там выйдут так называемые фактчет то есть ну подборки фактов как сами понимаете но но не суть и вот среди них в частности я вчера так почитывал я впервые нашел какую-то статистику подобранную я я еще раз я я понимаю что там фальсификаторы еще те сидят но во всяком случае они на что такое ссылаются там не знаю на что не не могу судить о надежности источников там но тем не менее впервые именно по вопросу green card лотереи именно по вопросу green card лотереи уже по всем остальным позициям трампа и правой вот этой вот такой республиканской позиции по всем остальным вопросам у них поддержка среди населения там типа 11 процентов 11 процентов населения считают что не нужно легализовывать вот этих вот даковцев где-то там 11 процентов населения считают что нужность нетности на стену больше там немножко больше может быть 30 процентов населения считают что стена нужно вот а а тут значит насчет green card лотереи как-то так получалось что вот не было таких больших каких-то опросов которые во всяком случае попали бы мне куда-то так в зону внимания здесь ситуация достаточно грустно потому что насчет лотереи green card среди людей которые себя ассоциируют с демократами желающих отменить лотерею green card за 60 процентов примерно столько же среди независимых и еще больше среди республиканцев то есть из всех позиций платформы значит президента это единственное по которой у него большинство по всем остальным позициям большинство у демократов гораздо больше процент населения солидаризуется с позиции демократов чем с позиции республиканцев кстати если посмотреть на то что говорил и предложил маккейн значит он хотел вообще оставить в стороне лотерею вообще с ней не заниматься и оставить в стороне воссоединение семей не трогать вообще убрать и в обмен на то чтобы дать путь к гражданству тем несовершеннолетним кто пришел в страну до 2013 года тем кто пришел в значит почему 13 потому что когда в в тринадцатом году президент обама это все сделал страну рвануло очень много несовершеннолетних вот детишек так их как бы десятками тысяч родители забрасывали и обама еще обвиняли что вот и из-за того что на тудаку принял вот теперь на нашу голову тут навалились вот эти дети и вот он как бы в этом месте отрезал до чтобы люди не смогли злоупотреблять но тем не менее в обмен на путь к гражданству этим этим детям он предлагал значит даже не не забор а некоторые исследования давайте выделим деньги на то чтобы там что-то исследовать разбираться и так далее то есть я хочу сказать что даже самый смелый либерал не так либерален как вот оказался маккейн и про него президент сказал что трудно было предложить что нибудь хуже чем вот эта бригада из шести сенаторов три республиканцы три демократа но вот маккейну это удалось но на самом деле это говорит только об одном это говорит о том что не как не конкретно маккейн его собирают маккейн такой достаточно либер aprendiz но дело в том что это говорит о том что республиканцы не поддерживают вот это вот предложение президент не в демократах телу совершенно не в демократах дело то есть если бы только в демократах не поддерживают республиканцы в большинстве более того сама вот эта идея дать путь к гражданству там миллион восемьсот 800 тысячам человек и даже на правом фланге который является опорой президента значит а там тоже люди не поддерживают что такое вообще лига легализовать там нелегалов это вообще для них страшное дело и сенатор круз говорил что трамп предал значит своих последователей тем что вот это предложил поэтому какое-то уникальное предложение которое пройти не может никак поэтому как бы вся страна превращается во врагов народа и так чувствую поскольку но пока что вот всех врагов народа вместе называют демократами включая республиканцев включая даже отморожен на правах вот я помню когда пытались отменить так безуспешно обама кирп то тоже вот он кричал что значит все из-за демократов никак не могут отменить а на самом деле не могли отменить из-за республиканцев без всяких диван то есть и республикан то есть не хватало республиканцев так что такая вот интересная особенность то есть все что все что не правый республиканец все демократ сейчас у нас в общем не знаю я вам рассказываю как бы о том чего происходит не в том смысле что вот из этого мы видим ответ а я это я рассказываю чтобы вы понимали в какой мутной воде все это дело происходит и не знаю вот вот правда значит будем посмотреть но так много разных вариантов знаете вот то что из сената идет из палаты представителей в общем-то по большому счету им чихать на эту лотерею но на уровне вот конгрессменов то есть лотерея их меньше всего заботит и меньше всего их заботит воссоединение семей и там кстати есть я упомянул вот этих акций и там есть один по поводу угрозы национальной безопасности со стороны воссоединение семей и green card лотереи там есть полтора десятка разных кейсов конкретного человек такой человек такой и по лотереи отдельно список и по воссоединению семей отдельно список и надо сказать какие-то не не безупречные какие-то вот там факт шить например там говорят что вот такой-то такой-то приехал там из судана и он там приехал по воссоединению когда с гражданином сша как дальний родственник я хочу сказать друзья как дальний родственник вы не можете воссоединиться у нас нет воссоединения с дальними родственник там формировка remote remote relative до значит вы никак не можете с дальним родственником воссоединиться это все равно достаточно прямое родство ну как вот да и в году хорошо брат там сестра это самое дальнее родство по которому реально можно воссоединиться и как вы себе представлять Значит, а тут какой-то удаленный Родственник такой, непонятный Дальний, дальний родственник Значит, как это Значительная часть вот этих, которые По семейной миграции, они, значит, вот Таким образом Сюда проникнут Да, интересно И там все Да, они еще там Про страны пишут, что вот 30 тысяч человек За там какое-то время 30 тысяч человек по лотерее Приехали из стран спонсоров Терроризма Вот, и взять Какая это угроза Но дело в том, что среди стран Спонсоров терроризма нет, например Саудовской Аравии, из которой было 16 из 21 Участника Событий 11 сентября 2001 года То есть у них Саудовская Аравия не является Страной спонсором терроризма И много других не является Вот там Египет не является А оттуда тоже бывало Ну и так далее В общем Че сказать Конечно Конечно Я бы сказал, что Основное Что мы видим сегодня Во всех этих дискуссиях По поводу Иммиграции и терроризма Со стороны Белого дома Я бы сказал Одно слово исключительно Напрашивается Недобросовестность Фальсификации Недоговорки Вешание собак На непричастных И так далее Поэтому Ну не знаю В общем Я делал сюжет о том Что Почему демонизируется Лотерея Гринкард Вот Вот это вот Демонизация И так далее Неприятно Это все Ну Посмотрим Что дальше будет Посмотрим 11% А Знаете что Там еще был момент В этих опросах Поддерживаете ли вы Идею Сокращения Легальной Иммиграции Так вот Эта идея Не безумно Популярна То есть Гораздо больше Людей Поддерживают Идею Сохранения На нынешнем Уровне Или даже Увеличения Нежели Те кто пытается Ее сократить Эту иммиграцию Причем Я вам уже Рассказывал Что Желание сократить Иммиграцию Происходит В основном В тех штатах Имеется Где иммигрантов Особо и нет Им почему-то кажется Вот там у них Ну у них может быть Там отстойно Застойно Там зарплаты маленькие Ничего не происходит И Есть такой термин Fly over states Да То есть когда люди летят Там скажем Из Калифорнии Там в Нью-Йорк Вот они пролетают Много штатов Без остановки И вот Вот они там Чего-то Как-то Жизнь проходит Куда-то И Такие простые идеи Как например Поучиться Там образование Какое-нибудь Может получить Там еще что-то Они Как-то Не приживаются А вот Идея о том Что иммигранты У них работу забрали Вот это Это идея им близка Вот если убрать Иммигрантов То они вместо Там Десяти долларов в час Будут получать Там двадцать Или может быть Даже И больше Знаете Вот все от иммигрантов Ну Что сказать Это при том Что экономика В целом В стране Неплохая Понимаете Это не то Что вот Рецессия Когда рецессия То гораздо больше Антииммигрантских Настроений Допустим Вот В одиннадцатом году Например Когда безработица Была большая И там Так вот Когда кризис Там все дела Я думаю Что был бы Расклад намного хуже Но даже сейчас Когда вроде Уже там Иммигранты Не только никому Не мешают Но на самом деле Выполняют ту работу Которую иначе Выполнять-то Было бы некому Вот так вот Такая интересная ситуация Все друзья Мы с вами прощаемся И Я обещаю Держать вас в курсе Происходящих Событий А событий У нас Я чувствую Еще много Так что ждем Да Если там Кто-то Ждет Что ему Вот расскажет Прямо ответ Какой-то На вопрос Знаете Вот мне Иногда пишут Почти в каждом видео Кто-нибудь Напишет там Типа Ни о чем А что ты слушал-то Ну так ты Можешь только заголовки читать Когда будет Когда будет То что надо Так там Прямо сразу будет В заголовке Будет понятно А если нет В заголовке Так и не смотри Я знаете Что Напоследок Расскажу Анекдот Идут два мужика Ну это еще Опять советское время Старый анекдот И брежневские И брежневские там Скажем Времена Идут Мимо ларька Газетного И один Дает там Три копейки Берет газету Там Пусть будет Извести И смотрит И Смотрит Не смотрите Не смотрите Привилегия Будет изъято Поэтому Я заранее Если кто не знает У нас с этим делом Строго Чтобы На других Выливать Счастливо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому